Слава Царь, Сына и Святого Духа, и Дени, и Ближнавия, и Дени, 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 и Дени. Здравствуйте! В эфире телеканала «Союз», программа «Архипастырь» в студии Сергей Юргин. Сегодня у нас в гостях постоянный член Священного Синода Русской Православной Церкви, управляющий Среднеазиатским митрополитчим округом, митрополит Ташкентский, митрополит Ташкентский, узбекистанский Викентий. Здравствуйте, Владыка, благословите наших телезрителей. Бог благословит, спасибо Господи. Уважаемые телезрители, обращаю ваше внимание, что мы работаем в прямом эфире. В течение часа вы можете позвонить к нам в студию и задать свой вопрос по телефону Москве. 8-495-781-4954. Звоните, задавайте ваши вопросы. Итак, Владыка, первый вопрос от Марины. Дорогой Владыка Викентий, с днём рождения, храни вас Бог и помогай во всём. А вопрос вот какой. Как научиться молиться сердечно, не отвлекаясь ни на что? И как растопить своё сердце, чтобы на исповедь приходить с сокрушением, мучающей совестью, с болью за свои грехи и искренними слезами? Спасибо за поздравления. И, конечно, сердечная молитва – это даётся не сразу. Это дар Божий и даётся тогда, когда человек прошёл определённый путь духовной жизни. И самое главное, чтобы во время молитвы научиться быть внимательным к словам молитвы и не мечтать о чём-то, не представлять ничего, а очень просто с верой, что Господь рядом, что Господь слышит, что Господь готов исполнить нашу просьбу. Когда мы вот так становим себя, ставимся перед Богом, то и несём вот такую молитву, то со временем, конечно, молитва совершенствуется. То есть Господь даёт на дары свои. Но главное, конечно, в молитве – это нужно осознавать свою греховность, видеть свои грехи. И когда человек в основе своей молитвы ставит то, что он молится, осознавая, что он грешник, что он недостоин пред Богом, что он нуждается в помощи Божьей, то, конечно, вот тогда молитва становится Богу годной, что молитва принята Богом, Господь даёт свои дары. Ну, конечно, самое очень важное, чтобы достигнуть такого сознания своей греховности и, конечно, не гордиться тогда, когда что-то мы получаем. Потому что получаем не потому, что мы такие хорошие, а потому что такой Бог к нам относится хорошо, и Он даёт нам свою любовь к нам и даёт нам какие-то дары. И это не наши, а это Божьи. И не надо приписывать себе, а всегда приписывать Богу. Быть сюрпризом, чтобы мы сознавали, что это всё принадлежит Богу, не мне за какие-то мои труды или какие-то подвиги. Наши подвиги могут быть большими, но если Господь не даст, то ничего и не получим. Поэтому очень важно вот такое сознание, понимание. Тогда, конечно, со временем Господь даст это. И смиренно надо трудиться вот так, а Господь, когда Он сочтёт нужную, тогда и нам даст такую умную, сердечную молитву. Ну, вот такое чувство, когда вот нет какого-то сокрушения, вот как вот пишет наша телезрительница, это является богооставленностью или нет? Да нет. Почему о богооставленности? Не богооставленностью, потому что мы должны прийти в меру возраста Христова. И вот когда мы приводим какую-то определённую меру, тогда Господь не даёт нам. А до этого пока Господь не даёт, потому что если получить её преждевременно, то мы можем попасть в какую-то прелесть, гордость. Как я уже сказал, что можно приписать себе. И когда у нас, а когда мы в простоте своего сердца совершаем молитву, без никаких мыслей такого, о каких-то своих привилегиях, или каких-то своих дарований, или что у нас что-то есть такого, просто вот смиренно, простотествовать. Как мы видим, молились наши отцы, братья и сёстры, и праведная Блаженная Ксения, Блаженная Матрона, преподобный Сергий, потом Серафим, Сыросский, и другие, а в Руси преподобный Руси Оптинский, и другие старцы Оптинский. Конечно, очень просто, без особых таких, только с глубокой веры в Бога, что Господь здесь, рядом, слышит, видит. А со временем Господь даёт свои дары. То есть ему своё время, и, скажем так, чтобы получить, нужно потрудиться. Потрудиться, да. У нас есть первый звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваши вопросы. У меня к вам вопрос какого-то, в комментариях. Скажите, пожалуйста, вот, ну, я имею духовного отца, и, вы знаете, я бываю, что как-то с ними соглашаюсь, хотя, как говорят, если надо слушать своего духовника, и всё мне духовник говорит, что если я не спасусь, не спасётся его. Так ли это? И ещё такой вопрос. Не спасусь, не спасусь. Если она не спасётся, то не спасётся духовник. Да. Конечно, духовник отвечает за свой духовный чад, и если духовник ведёт правильную духовную жизнь и учит своих детей духовных путь к спасению, конечно, это есть тот путь, который должно принести спасение и духовнику, и духовным чадам. Тут есть и другая ситуация, что духовник, кто может сказать и учить, а если ученик или духовный чад не слушается и не делает то, что ему говорит, и делает по-своему, и, наоборот, не хочет отрекаться от себя, от своей воли, и делает какие-то грехи, которые привыкла или привыкает, то, конечно, в данном случае виноват и ответственность находится не в духовных, а сам, в духовных чадах. Поэтому... Но всё равно духовник переживает, сокрушается сердцем, что вот не получается, чтобы своё духовное чадо пришло в меру такого духовного роста, духовного возрастания, в меру возраста Христова. Поэтому, конечно, это очень важно. И когда есть такое единство между духовником и духовным чадом, что оба стремятся к спасению, живут такой жизнью, то, конечно, это есть надежда на то, что спасётся и духовник, и духовное чадо, которое он руководит духовно на путь спасения. Но духовное чадо насколько должно прислушиваться к советам духовного отца? То есть это, скажем так, совет духовного отца должен быть рекомендательным, либо это в приказном порядке? Что касается духовной жизни, церковной жизни, жизни искровения греха, то, конечно, духовный чад должен быть непременно послушным. что касается каких-то бытовых вопросов, дом продать, купить, идти туда или не это, то это уже сам по себе человек волен что-то делать, что-то не делать, прислушаться к совету духовника или не прислушаться. мне кажется, мне кажется, что когда духовник говорит о том, что вот этот грех, и это не надо делать, то, конечно, духовник, это духовница должна сказать, да, благословить, я буду постараться с этим бороться и не делать. или там еще какие-то наставления о правильной молитве, что может, духовник говорит, что вот так неправильно вы молитесь, надо по-другому немножко направить свое сердце к Богу. А он говорит, нет, я вот так хочу, вот видите, вот такое непослушание в этих вопросах веры, в вопросах духовной жизни, то это очень опасно. Вот здесь нужно полное послушание, потому что он говорит это не от себя, а от церкви, от святого Евангелия, от святых отцов, которые уже прошли свой путь духовной жизни и на практике знают, как вести себя в тех или иных ситуациях, и, конечно, духовник старается им предпринимать. Когда человек этого не слушает, то, конечно, он может заблуждаться. То есть вопросы в бытовых нуждах, скажем так, это дело добровольное, а что касается духовной жизни, это уже нужно прислушиваться и выполнять то, что говорит духовный отец. Следующий вопрос задаёт Евгения. Скажите, смотреть телевизор и интернет, пользоваться телефоном, это всё грешно, это всё дьявола? Грешно только тогда, когда мы привязаны к этому и телевизору, и к интернету, и к другим вещам, когда мы контролируем собою и знаем, что вот я посмотрю то, что мне полезно, и столько, сколько мне не полезно, потому что можно смотреть и хорошие вещи, но смотреть столько времени, что на другое не хватает времени. Поэтому лучше нужно быть очень, очень внимательнее к себе, чтобы иметь меру во всём. И если я вижу, что в телевизор показывают мерзость, греховные какие-то дела, то я должен этого не смотреть, переключить на что-то другое, если хочу смотреть что-то и выбираю. Вот такое должно быть. А если вижу, что я не могу собой ничего делать, а владеть собой, чтобы контролировать то, тогда лучше не смотреть совсем. Следующий вопрос задает Кристина. Сейчас в доступе много душеспасительных фильмов, телепередач, книг. Так всё это захватывает, душа оживает, но начинаю понимать, что теряю самое главное это молитву без спешки. Иногда могу просидеть у телевизора и просмотреть, к примеру, программу беседы с батюшкой, зная о том, что пришло время вечерних молитв. Как оградить себя от потока информации и не забывать о спасении? Получается, что более интересуюсь внешней духовной жизнью, нежели внутренней? Вот мы как раз должны искать для себя ответы на вопросы своей души. Что мне нужно сделать, чтобы я мог спастись? И если я эти вопросы уже выяснил, то я уже искать какие-то ещё вопросы или что-то ещё там без конца вопросы и ничего не делать после получения ответа на эти вопросы. Если я получил ответ, то я уже должен практиковать себя в тех или иных духовных своих упражнениях, которые мне ведёт к царству Божьему и вечному спасению. То есть молитва внимательная или там ещё какие-то добродетели, которые я должен делать. Потому что вот мы, когда смотрят на наших отцов, то они посоветовались со своим духовником, с каким-то старцем, что нужно делать для спасения. И вот он уже взял на себя этот путь и только иногда себя контролирует правильно или неправильно, спрашивает советы и так далее. Но когда человек только спрашивает, ничего не делает, то это сидение на одном месте и никаких движений к своему совершенству нет. Поэтому хорошие передачи по телеканалу Союза, других там передач, что посмотрел, получил правильное направление в жизни. И надо делать. Когда мы только спрашиваем, но ничего не делаем, то это неправильно. Вот в данном случае, когда человек уже получил, знает, что нужно упражняться в умности, во внимательной молитве, то конечно для этого человека уже это или с приоритетом, чем еще искание где-то услышать, чтобы услышать что-то от кого-то, еще что-то, но это искание на ножи не дает никакого роста духовной жизни. Надо уже взяться за дело, иначе заниматься вот таким духовным деланием для того, чтобы совершенствоваться от силы в силу, чтобы не получилось так, что человек много знает, и эти знания он считает уже какое-то совершенство, но это не совершенство, а просто самомнение о себе. Это самомнение приносит такое охлаждение души к духовной жизни, и человек не растет духовно, он стоит на месте, он должен получить знание для чего? Для того, чтобы делать. Когда он только знает, он ничего не делает, и считает, что он уже совершен, это очень большое заплошение современного нашего общества, к сожалению. Но с другой стороны, опять же, программа беседы с батюшкой поднимается же вопрос духовной жизни, а вот телезрительница опять сетует на то, что знает, что у нее время вечерних молитв, она смотрит беседы с батюшкой, но вот опять же, зная сетку нашего телеканала, могу сказать, что сразу после программы беседы с батюшкой идут вечерние молитвы. Вот скажите, грешно ли или не грешно молиться, к примеру, с телеканалом Союз? Нет, как раз вот видите, тем более, что после беседы с батюшкой по программу телевизионной и сразу молитва, то надо оставить все остальные свои дела, которые, может быть, он еще не доделал, но обязательно молиться, потому что молитва это самое важное для человека, чтобы мы это наше правило, что утром утренними молитвами молиться, а вечером вечерними молитвами молиться, то есть упражняться в духовной жизни, о том, чтобы не только теория у нас была, а вот была теория, услышал, что сказал батюшка, и ответил на многие вопросы, а уже пришла практика, то есть возьмись, встань на коленки, поклончики положи, помолись, упражняйся во внимательной молитве, чтобы никуда не отвлекаться никакими мыслями, а полностью себя предаться Богу и беседовать с Ним уже и получить от этого такое ощущение присутствия Божьей через эту святую молитву, которую он совершит. На мой взгляд, отец Слоян читает очень даже так не суетно, в случае чего, наверное, можно включить просто-напросто телевизор, но обратившись к иконостасу, помолиться, даже слушая звук и концентрируясь на словах молитвы. Конечно, это возможно, возможно, и нужно это делать. Для того есть такая программа на Телеканале Союза, утренние, вечерние молитвы. Это с самого начала это было в самом начале, когда появился Телеканал Союза, это примерно существует. Слава Богу, что она не меняется, она неизменна, она постоянна, потому что это очень важно для православных христианин, научиться молиться и знать, что нужно утром и вечером молиться. Это наш долг христианский. У нас снова из-за ног. Тамбов на связи. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос. Хорошо. Слушаем вас. Уважаемый отец Ликензи, уважаемый ведущий, мы очень вас любим и поздравляем с днем рождения. Примите самые искренние поздравления и пожелания вашей жизни. Мы неоднократно были в Ташкенте, а сами мы сейчас живем в Томбове. Мы с внучкой четыре года, примите поздравления, говорите. Спасибо. Идинного неба, душистого хлеба, истого воды, и на какой ты здесь. Мы вас любим. Спасибо. 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 Благодарим. Благодарим вас. Спасибо. Следующий вопрос от Михаила. Скажите, пожалуйста, какие книги вы могли бы посоветовать тому, кто, начиная путь духовного развития, хотел бы расширить свод знаний чтением соответствующей литературы? Это очень хорошо, что есть такое желание, желание почитать духовную литературу, и это нужно сделать. И, конечно, у нас сейчас большое количество литературы, и можно и посоветовать, конечно, самое главное, читать нужно святых отцов. Нашей церкви, русской православной церкви, еще наших отцов древних, с первых веков христианства до наших дней. И очень важно читать жития святых, особенно те, которые только начинают, даже и для тех, кто начинает, для всех нас жития святых, жития святого сегодняшнего дня, если мы будем каждый день его читать, то это будет тоже настрой духовной жизни и укрепление нас в вере и в желании жить, подражать этим святым угодникам Божьим, которые старались выполнить заповеди Божьи, жить по воле Божьей, жить церковно и религиозно. Но очень важно, чтобы тоже очень важно, чтобы вот такие советы о той или иной книге, которую нужно читать в данном случае, в начале своего пути духовной жизни, то нужно советоваться непосредственно с духовником, который может знает лучше душу каждого человека и знает, какие у него есть проблемы в духовной жизни и что нужно дать для того, чтобы он почитал для укрепления себя в вере в духовной жизни. Но если посмотреть на святых отцов древних, то ключ к святым отцам это есть святитель Игнатий Принчанинов, который очень хорошо нам открывает путь понимания древних отцов нашей церкви. Вот есть наши преподобные и святители, и святители Тихон Задонский, есть преподобная Амбросий наш Оптинский старец и другие старцы письма их, они очень современные, они очень многое открывают нам пути духовной жизни, поэтому есть кому обратиться для того, чтобы обогатить себе духовно и постараться не только читать как святитель Игнатий Принчанин, надо читать жизнью, надо читать своим опытом, опытом жизни, то есть применять эти знания, которые получаем от чтения духовной литературы в своей личной жизни. Опять, как я уже говорил сегодня, что когда человек только знает, много знает, но ничего не делает, то это опасно для его духовной жизни. он должен обязательно что-то делать, как-то расти. А потом, к сожалению, человек, имея такое самомнение, что он знает, значит, он совершен во всем, а жизнь у него совсем другая. Жизнь не соответствует тем знаниям, которые он имеет, а чтение духовной литературы. Поэтому очень важно, чтобы читать, но ничего и делать. Это будет очень важно. Следующий звонок из Раменского. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос. Здравствуйте, вот такой вопрос. Здравствуйте. Нужно ли давать шанс в частности моему бывшему мужу, который употребил наркотики, на возрождение семьи, имея двух маленьких детей? Не будет ли это преступлением, если я буду запрещать общаться детям с отцом? Спасибо большое. Спасибо. Сейчас у нас очень большая проблема, что очень много семей, они разбитые, к сожалению, они не живут, муж и жена не живут вместе, они в разводе. Это очень плохо сказывается на воспитании детей. Конечно, когда муж пьет или наркотики употребляет, это тоже не приносит хорошие примеры для своих детей. Поэтому, конечно, отцы или матери, которые употребляют те или иные средства, которые привязывают к ним, то нужно от них отречься, потому что нужно дать правильное воспитание своим детям и показать пример добродетия жизни. Но в данном случае, если муж пришел в себя и он осознает свою ошибку и старается больше не употреблять наркотики, то нужно, конечно, дать возможность своим детям, чтобы они общались и получили, может быть, от своего отца какое-то воспитание духовное, чтобы дети чувствовали, что и знали, и понимали, и улюбили и маму, и папу, и отца, и мать, что когда дети получают воспитание от отца и мати, то, конечно, это есть полноценное воспитание, а не однобуквы, которые бывают только от отца или от матери. Поэтому давайте возможность, чтобы отец тоже участвовал в воспитании своих детей, но только чтобы и отец старался жить соответственно христианской жизни, благочестивой жизни, церковной жизни, и показал пример, что он может бороться с Божьей помощью со своими страстями и может их побеждать силой Божией. Продолжение, можно сказать, вопрос. Спрашивает Вадим, считается ли самоубийством смерть от передозировки наркотиками или отравление суррогатным алкоголем? Да, если так строго смотреть на этот вопрос, то и наркотики, и пьянство, и употребление вот этих сигарет, то есть курева, тоже, курение, тоже является медленным самоубийством. То есть человек сам себя убивает не так быстро, но постепенно уничтожает свое здоровье и приближает свою жизнь к смерти. И эта привязанность тоже лезет грехом. Потому что мы должны по Слову Божию не быть рабами греха и не быть привязаны к кому и что-либо в этой жизни. Мы должны только одного Бога любить. И Господь сказал, даже если человек любит отца или матери больше Бога, то он не достоин Бога. Тем более, если он привязан к наркотикам или еще какие-то средства для удовлетворения своих страстей, то, конечно, он себя и убивает, и удаляет себя от Бога. Поэтому нужно стараться, чтобы быть рабом Божиим лучше, чем рабом греха. Потому что, когда человек является рабом греха, то он является рабом дьявола. А лучше быть рабом Божиим, который дает нам и радость, и утешение, и благословение в жизни. И, конечно, главным образом дает нам вечную блаженную жизнь. Скажите, а церковь отпевает таких людей? Если строго по каноническим правилам, то, может быть, это и не стоило бы. Но, к сожалению, люди приходят к нам, плачут в горести и в таком скором состоянии, то мы как-то идем иногда на встречу и это совершаем. Но, если так строго, то можно было бы это и не делать. И тоже это делалось раньше с точки зрения воспитания, что, если ты будешь пить, ты будешь не ходить в церковь, ты будешь курить или какие-то еще грехи совершать, то мы тебя не будем отпевать. Поэтому это тоже приводило в чувство людей, что не хотелось бы, чтобы быть отлученным от церкви после своей смерти. Несмотря на то, что вроде это как бы непрямая функция церкви, я знаю, что при епархиях многих работают реабилитационные центры для нарко- и алкозависимых. Скажите, насколько успешна такая работа и потом вот эти реабилитанты, они встают, скажем так, в строй нашего общества, либо они остаются все же на обочине? Не тот, чем большой процент есть, которые выходят из этого состояния в зависимости от наркотиков, от пьянства, от курева, еще от каких-то привязанностей. Если, конечно, человек старается прислушиваться тем советам, которые даются в этих реабилитационных центрах. А главное, что мы даем, это даем им путь к Царству Небесному. То есть, мы говорим о том, что нужно трудиться, нужно молиться, нужно делать добро, нужно исполнить волю Божию, отречься от своей воли. И чем больше человек отрекается от своей воли, тем больше он выполняет волю Божию, и тогда Господь дает ту силу, которая, а этой силой есть тот иммунитет, который помогает человеку, чтобы он мог бы оставить вот эту зависимость. Поэтому от человека очень много зависит. Если он человек полностью от себя дает Богу, и Царство Божие, и вечность своей жизни, хочет достигнуть Царство Божие, зная, что через вот эти зависимости он потеряет вечность, блаженная вечность, и старается все силы приложить для того, чтобы отречься от этого, то, конечно, Господь ему помогает, и он становится в ряду со всеми людьми, живущими на этой земле, и живет нормальной, благочестивой, христианской жизнью. Я даже слышал, что наркозависимые, которые попали в реабилитационный центр при епархиях, исцелялись от ВИЧ-инфекции. Есть такие действительно случаи? Есть такое, я помню, когда вот в наших рябилитационных при мне в этой епархии, то люди, когда которые жили такой благочестивой жизнью, исповедовались, причащались, часто жили такой духовной жизнью, полностью так освободились от этих привязанностей, то Господь даривал и это еще благо и милость, потому что все в руках Божьей, Господь, любую болезнь может исцелить. А болезнь от чего? От наших грехов. Если грех был исцелен, то естественно исцеляется и следствие греха, то есть болезнь, которая привела к этой болезни. Если грех исцелен и он освободился от этого греха, то конечно освобождается и от этой болезни. так что это есть такое, слава Богу. Кристина задает такой вопрос. Здравствуйте. Скажите, если врачи больному ракам сказали, что шансов на выздоровление нет, с верой в сердце и молитвой ведь может случиться чудо? И как правильно молиться, чтобы больной пошел на поправку? Как победить рак? есть у нас примеры, когда люди страдают этой болезнью и уже даже врачи от них отказались, потому что видят, что это уже бесполезно. Самая запущенная стадия развития этой болезни к сожалению есть. И люди полностью обращаются уже к Богу и полностью отдаются себя в руки Божьи и просят, молят слезно и получают исцеление от этой болезни. Это очень удивляет многих врачей, которые видели. Конечно, это не значит, что врачи не способны или не компетент лечить болезни. Они что могли делали, но есть такая ситуация, когда уже невозможно ничего делать. Потому что запущенный или поздно обратился человек в исцеление этой болезни. Но когда человек отдает себя полностью Богу и старается жить по воле Божьей, каяться в своих грехах, потому что опять-таки первое, что мы должны на себя обратить внимание, на наши грехи, на свою греховную жизнь. Если мы избавляемся от своих греховных привычек и каемся в них и больше к ним стараемся не возвращаться, то, конечно, Господь в виде наше доброе намерение жить во воле Божьей, по заповедям, кто исцеляет эти близости. У нас, я знаю, что опять-таки в Екатеринбургской епархии есть монастырь Святой Троицы Тараскова, где находится чудотворный образ Божьей Матери Всецарицы, куда приходят люди исцеляются от этих раков забывали в очень большом количестве. И такие чудотворные иконы Свят Царицы есть в других храмах, в других кепархиях. И люди обращаются к Святой Богородице, и она слышит наше моление и дает нам такое благодатное утешение, что исцеляются люди от этого страшного заболевания, как раковые. Поэтому есть надежда на исцеление от рака через молитвы, молитвы самого болящего, молитвы окружающего людей и его вера в том, что Господь может это сделать. И это делается, это получается. У нас новая Занок, Ростовская область на связи. Здравствуйте, мы вас слушаем. Задавайте ваш вопрос. Слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Это обращается раба Божия Татьяна к вам. У меня такой вопрос о терпении, батюшка. Ну, я не знаю, терпение, наверное, Господь поддерживает меня. всю жизнь. Вот, мама родила, бросила, бабушка воспитывала, мама всю жизнь пила. Пришлось досмотреть в итоге маму. Я не знаю, откуда берется это терпение, но иногда бывает уже терпения не хватает, срывается, накрыт. сейчас остался брат сводный, который пьет без конца. Бывает уже, понимаете, не хватает терпения. Люди до такой степени убиваются, что не понимают, теряют человеческий облик. Но стараюсь как-то поддерживать себя. Единственное, что меня поддерживает, поддерживает, действительно, дает терпение, это церковные службы. Я, можно, чаще посещаю церковь. И, понимаете, вот в церкви какая-то неведомая сила меня как-то поднимает ввысь, и вот мне до того становится легко. Кажется, отходят все болезни. И вот еще у меня такой вопрос, батюшка. Но сейчас вот сельская местность у нас очень много, сельский труд очень тяжелый, вы знаете. Без молитвы я уже не могу. Читаю утренние вечерние молитвы, но стараюсь в одно и то же время. Девять часов вечера если в девять не успела в одиннадцать, утром в шесть либо в семь. Если я в шесть или в семь не успела, батюшка, ну, стараюсь помолиться в восемь или в девять утра. Можно так? Можно, можно, можно. Можно так. Как молитву можно почитать, батюшка, терпение? Что, вот как еще можно? Я не знаю. Нет, ну, надо молиться, конечно, чтобы Господь дал терпение. Потому что, вы знаете, есть слова, священописания, которые претерпел до конца, тот спасен будет. Поэтому терпение имеет большое значение для нашего спасения. Поэтому нужно терпеть, нужно молиться, чтобы Господь укрепил в этом, это добродетель терпения, потому что оно дает нам спасение, если мы будем терпеть все эти невзгоды нашей жизни до конца и будем надеяться, что если мы сможем стерпеть все эти трудности, то Господь за наше терпение даст нам спасение. То есть царство Божие и вечную блаженную жизнь. Поэтому это должно нас воодушевлять на то, чтобы терпеливо переносить все трудности этой жизни. А молиться вот если вы не успели в 7 или 6 или в 7, то конечно можно в 8 или 9, но обязательно нужно помолиться, чтобы Господь помогал в жизни. Следующий вопрос задает Виктор. Что именно сделал Христос для всего человечества, чтобы стать спасителем и зачем для этого была такова жертва? И как это относится к каждому человеку разного исповедания? Господь наш Иисус Христос сделал нас очень многое. и великое, и славное, и даже неизреченное, потому что Он совершил дело наше в искуплении, искупил нас от греха, проклятия смерти. Он пришел на землю, принял человеческую нашу плоть, стал истинным человеком, истинным Богом и принес нам нам Святой Евангелие, принес нам то учение, которые необходимы для нас, которые путеводят нас к спасению Царству Божию. Господь дал нам вечность, самое главное, что дал нам вечность. Мы потеряли вечность. Грехопадением прародителей Адама и Эвы было закрыто для нас Царство Небесное. И даже праведники до Христа Спасителя, они уходили в ад. И вот Христос Спаситель, когда после своего крестного подвига, после своего великой жертвы, которую он принес за искупление всего человечества, то он сошел в ад и вывел оттуда всех праведных и вселил в райские обители. И для нас он открыл путь в Царство Божие. И все те дела, которые мы сейчас сделали, имеют глубокий смысл. Если мы живем ради Царства Небесного, ради Вечности, ради своего спасения, то эти наши подвиги, наши труды имеют цену вечной жизни. Вот что дал нам Господь. Он избрал нас от греха, от проклятия, от смерти, потому что уже смерти нет, мы только переходим в жизнь вечную, блаженную. Вот и конечно Господь совершил величайшую жертву на кресте. Это действительно большая жертва, это большая любовь Божья к роду человеческому. Ибо вот это цена нашего греха, грехопадения. И мы должны знать, и Священное Писание об этом говорит, что мы искуплены Богом Иисусом Христом великой ценой, ценой крови своей. Поэтому мы должны ценить эту любовь Божию к нам, ценить вот эту жертву, которую Он через страдания нас искупил. Вот что значит грех? Грех принес то, что нужно было искупить только через это страдание Христа Спасителя на кресте и через эту жертву, которую Он принес для искупления всего человечества. И потому мы должны стараться любить Бога тем, чтобы не совершать вот эти тяжкие грехи, которые, к сожалению, у нас очень много есть. Что то, что сейчас и вот и аборты очень много, и то, что измена супружеской верности, и то, что есть добрачные и внебрачные союзы, это все, конечно, то те грехи тяжелые, которые вновь распинают Христа Спасителя. То есть мы не прониклись вот этой любови Божьей к нам и не отдаем свою любовь к Богу тем, чтобы остановиться от того или иного греха, который приносит Богу, Пресвятой Богородице, приносит скорбь и болезнь души. Поэтому мы должны стараться принести себя в жертву для рады Царства Небесного. Что-то делать не только для того, чтобы здесь на земле, чтобы иметь какой-то достаток в своей жизни, для земной жизни. Они должны одновременно с трудами для пропитания себя, для содержания себя, мы должны трудиться еще жертвой ради Христа, ради Бога, ради Царства Небеса, что-то делать из трудов своих рук умения, знания, понимания и так далее. У нас много даров, которые Господь дает, но мы эти дары посвящены только себе, своему материальному благополучию. А чтобы отдать их Богу ради Царства Небесного, ради своего спасения, то это мало мы это делаем. И вот нам нужно восстановить вот этот путь жизни нашей земной ради Царства Божьего, ради Вечности, чтобы вот эту, чтобы наша земная жизнь была средством для достижения вечной жизни, чтобы наша временная жизнь была средством для получения вечной блаженной жизни. Это самое главное, что дал нам Христос спасительствуем и скупительным подвигом. Он открыл нам путь к Царству Небесного. Вот Царству Небесного даже и не думаем, только о земном. Вот это очень печально. И поэтому нам нужно подняться еще на одну ступеньку, чтобы верить Бога, славить Бога, не только для того, чтобы Он дал нам материальные блага в этой временной жизни, а для того, чтобы Он дал нам еще блага вечные, дал нам Царство Свою, которое Он нам дал через Свои крестные страдания на кресте. Христос Спаситель, когда пришел на землю, первые слова Он сказал, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное. Неземные какие-то блага Он обещал. А вот Царство Небесное дает. А вот Царство Небесное мы не думаем, не живем ради Царства, а живем только для такого временного благополучия. Поэтому нам нужно восстановить свою жизнь, потому что в годы советской власти, в годы атеистического проповеди нам сказали тогда, и многие люди так поняли, и до сих пор живут этим подсознательно, что нет вечной жизни, здесь на земле вот мы сделаем рай. Вот такой рай нам сделали, что сейчас и не знаем как, что, куда идти. А для того, чтобы восстановить действительно и жизнь земную, временную, нужно восстановить для себя вечную жизнь, потому что Христос Спаситель еще такие слова сказал, ищите прежде Царство Небесное, а все остальное будет вам. Поэтому на первом плане мы должны вот жить ради Царства Небесного, а все остальное это временное и Господь обязательно поможет и мы будем жить и временной жизни нормально и вечной на земле тоже нормально, потому что это будет средство для достижения вечного спасения. Когда же мы только для земного, то у нас получаем то, что сейчас получаем. Адык, а как почувствовать присутствие Божие тем, кто живет в этой земной суете, кто о Боге даже не вспоминает, а делает то, что делает? Вот мы говорим о том, что хотя бы утром и вечером помолиться, это тоже уже человек обращается к Богу, к Вечности. В течение дня тоже вспоминать о Вечности, вспоминать о Рае, о Аде, потому что когда человек делает какие-то свои дела, он должен сразу оценивать, они приведут них в рай или в ад. Если я вижу, что это грех, конечно, он приведет к страданию и при том, вечном страдании, поэтому я это не буду делать. То есть, человек должен постоянно себя контролировать и направлять, что мои действия должны соответствовать моей вере. если моя вера говорит, что это не положено мне делать, то я не говорю, я не буду делать. Да, когда человек живет просто так, чтобы жить и ни о чем не думать, то, конечно, он делает очень много ошибок, а потом вот опять я натворил делов. А почему перед тем, как это делать, не спросил свою совесть, свою христианскую совесть, свою веру в Бога, что вера в Бога говорит о том, что это нельзя делать, не так поступать, не по-христиански поступая. Поэтому мы должны сознавать себя христианами не только когда-то, или когда нас спросят, ты христианин, да, в чем христианство твое? В чем это выражается? Вот христианство должно вразиться в добрых делах. Вера без дел мертва есть, а дела должны христианские. То, что Христос Спаситель нам дал в своем Евангелии, те дела мы должны совершать. А когда они противоречат, то это не наша вера. Вера противоречит нашим добрым делам, которые нам положено их делать. Вот когда человек постоянно так себя контролирует и как вот святейший патриарх Кирилл часто говорит в своих проповедях, что мотивация моих дел должна быть моя вера. Если вера мне говорит, что это не положено делать, то я не буду делать. А если вера позволяет, да, это по вере, по заповедям, то я это буду делать. Вот когда мы постоянно это контролирует, значит мы христиане по-настоящему. То есть мы никогда не забываем Бога. Во всех своих действиях человек постоянно с Богом общается. Он спрашивает Бога, Господи, правильно или неправильно я делаю. А правильно это где мы ищем и находим Евангелие, своей совести. Голос совести это есть наш голос Божий. А когда мы стараемся в этой жизни жить не по совести, а совести мы его заглушаем своими грехами. И конечно смотрим, что человек без совести он и по имени только христианец, а по делам совсем другой человек. Хорошо, если человек старается жить по совести, по заповедям Божьим, но оступился, ему нужно отчаиваться или нет? Отчаиваться никогда не надо, потому что у нас есть дано Богом таинство покаяния, что да, оступился, осознает свой грех, идет каяться и знает, что Господь милосерд, и что Господь простит. Если будешь каяться по-настоящему, покаяние настоящие, только тогда, когда человек не возвращается больше, чем прежде, с отделом греха. Особенно тяжелые грехи, большие грехи, которые есть у нас, которые я уже назвал блуд, прелебодейство, серебролюбие и так далее. Вот. А конечно, мы в таких мелких грехах постоянно падаем и мыслим, и чувствуем, и видим, и осуждаем и так далее. И конечно, мы постоянно должны в этих грехах каяться и в то же время стараться их искоренять. А искоренять это, конечно, благодатью Христовую. Следующий вопрос. Если Бог есть любовь, то зачем Он дает жизнь тем, заведомо зная, что они не спасутся, ведь в мире только около 300 миллионов православных, а остальные что, погибнут? Все в руках Божьих. Это Господь, это создание Божие, а Господь есть творец, творец этого создания человек. Поэтому мы не можем сейчас сказать, кто спасется, кто не спасется. Вот из моей личной практики я видел много, замечал такое, что человек был очень далекий от Бога, далекий от веры в Бога, но потом что-то так у него изменилось, Божий Господь коснулся его души, и он совсем другим стал человеком, стал настоящим православным христианином. А когда до этого, то смотришь на него и думаешь, не спасется так, по своей мысли, не спасется, смотри, какие дела, чем он занимается, как он ведет себе, ужасно, прямо, как-то иногда говорят, воплощенный дьявол, уже тут столько греха, что прямо не знаешь, что. А потом смотришь, как-то потихонечку, потихонечку, Господь привел его, и он из такого грешника стал таким благочестивым человеком, что прямо радуется душа. Поэтому мы не знаем Божьи промыслы по отношению к каждому человеку, и Господь его приводит. Нам не нужно отчаиваться, когда видим, что много вокруг нас есть и неверующих, и маловерующих, или там сомневающихся, это все в свое время Господь так приводит, чтобы человек все-таки пришел к своему Творцу. Но это другая есть ситуация, что Господь приводит, если такие, которые такие закоренелые в себе вот так не хотят слушаться Бога, Господь приводит прямо-прямо уже осталось только сказать да, я хочу и буду стараться жить по воле Божией и будут признавать Бога. Но вот человек, ну, конечно, человеку дано свободная воля, поэтому Господь не насилует эту волю, а дает возможность, шансы для того, чтобы человек стал верующим и стал богачестивым человеком. Пути Господи неисповедимы. Да. Ну и последний уже вопрос от Елены. Мы знаем, что церковь свята, но как можно верить церкви, когда практикуется причастие без исповеди по большим праздникам? Ну тут не надо обвинять церковь, тут церковь ни при чем. Да, есть такая ситуация, что мы говорим о том, что человек, который ведет духовную жизнь, и чем больше он ведет духовную жизнь, и чем больше он приближается к Богу, он больше видит себя грешным, видит свои грехи, берет очень много о себе грехи. Вот святые отцы, они же считали самыми величайшими грешниками, и каялись пред Богом, и конечно они шли на исповеди, исповедовались, каялись, и для них нужна была исповедь, хотя может быть и не совершали такие тяжкие грехи, которые бывают в этом мире, но все равно душа его имела такая потребность, такую потребность для того, чтобы поисповедоваться и покаяться пред Богом за свои там грехи вольные и невольные. Но есть и такое, что человек ведет свою духовную жизнь и часто причащается, исповедуется, но как-то не так остро чувствует вот эту свою греховность, и он может себе позволить пойти на причастие когда он часто причащается, чтобы какой-то один из дней не исповедоваться, на причастие. Духовник это его разрешается, потому что знает его духовную жизнь. Это все зависит от духовника еще, как он решает. Поэтому вот такая есть ситуация в нашем современном обществе. Конечно, мы не должны допускать, чтобы вообще человек не приходил на исповедь и без исповеди причащался. Это очень печально, когда мы слышим в других местах, когда в других местах, где исповедуется, то есть нету исповеди, а только одно причастие. Я не имею в виду наша церковь, русская, православная, здесь у нас слава Богу, мы это придерживаемся, и это хорошо, и дай Бог. Но в данном случае никто не мешает вот этому вопрошающему человеку, чтобы идти на испыть и исповедоваться перед причастием каждый раз, когда причащается, даже если причащается довольно часто. Никто не мешает. И почему надо, зачем смотреть на другого, зачем в данном случае осуждать другого. есть духовник, он принимает решение, позволяет, дозволяет, благословляет, и поэтому тут не должно быть вот такое осуждение церкви, что вот почему церковь допускает. Дело не в церкви, тут есть личные такие ситуации, когда духовник, сам православный христианин вот принимает вот такое решение и приступает к этому великому таинству. В любом случае это делается по согласию духовником, да, быть не должно. Конечно. Ну что ж, Владыка, благодарю вас за нашу сегодняшнюю беседу, время уже подошло к концу, но в завершение что бы вы хотели пожелать нашим телезрителям? Я желаю всем радоваться, желаю, чтобы всем мы спаслись, я желаю, чтобы мы жили как это требуется от нас православных христиан, жили здесь в этой временной жизни для вечности, для вечного спасения, для вечного радости Царства Божьего. Владыка, у вас вчера был очередной день рождения, многие телезрители поздравляют вас с этим праздником, телеканал «Союз» также присоединяется к этим поздравлениям, ну и в завершении программы позвольте вручить вам этот белый, можно сказать, митрополичий букет. Спасибо большое. Да, поздравить от лица всего телеканала вас с днем рождения, пожелать вам долгих лет жизни, здравия, ну и, конечно же, еще многих свершений на церковной ниве. Благодарю вас за поздравления и благодарю за этот прекрасный букет цветов, благодарю всех тех, которые меня поздравляли с этим моим днем рождения, благодарю за те добрые пожелания и также желаю всем здоровья, крепости, сил душевных, телесных, а всем нашим труженикам на небе Христовы на телеканале Союз благодарим за труды, которые вы несете и приносите свет Христов в сердцах многих людей, которые смотрят наш телеканал Союз. Спасибо, Господи. Благодарим за поздравления. Спасибо большое. Ну и благословите наших телезрителей. Бог благословит, Бог помощи, Бог помощи всем. Спасибо, Господи. Спасибо, Владыка. Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях был постоянный член Священного Синода Русской Православной Церкви, управляющий Среднеазиатским Митрополитчим округом, Митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий. Всего вам доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Митрополитчим округом,